Жуля Володимировна, вы идите, пожалуйста, до людей. Доброго дня, Юлия. Доброго дня, пожалуйста, мы до вас приезжаем. Алло, алло, алло. Все, на речи ставь. Все, дякую. Ну, Таня, вот. Доброго дня. Доброе, да? Доброе. У меня сразу по вас паханье. Я разумею, что вы разумеете, давайте упросим на, можливо, охрану, чтобы она у нас в Министерстве освещена. Мы с вами трошки більше хочем поспілкуватися, потому что мы, ну, там, дивлячись на то, что женщины плохие, Мы как человек просто не можем... Ну, как человек. Мы с вами, ну, как человек. То есть вы нам готовы вытратить... Так, часто. Дядься, вот первый вопрос, о чем мы приехали, мы в общественную организацию без паркань. Об общественную организацию без паркань. Канал Киевиции. То есть это... Вы, как есть интернет? Да, да. Мы уже видели, что люди видели в новой филе, то есть даже не заманчивали народы. То, что вообще потребует свободный народ. То есть вы видите, что сталося с нами. Мы сюда приехали, пройшли по территории противоположных народов, который у нас питание будет. Так, вы видите... Да. Следующая вещь, с которой мы занимались, мы подошли к паркану. Пожалуйста, скажите, мы сейчас для вас нужны. Ваша церковь начинка. Да, я рандуюсь в интернаторе. Все. Я вам хочу сказать... Девите, пожалуйста, у нас есть вопрос, касается этой человек. Она вышла первой к нам, именно с этим человеком, представилась к Комиссии Народного депутата Сергея Власенко, и сказала, что это не ваш дом. Я не знаю. Я не знаю. Я работаю в доме уже больше 10 лет. Я готова дать ей приведение, что требует... Девите, вопрос на следующий. Я сам вважаю, что каждый народный депутат, каждый человек, который находится на государственной службе, не имеет права закрывать себя. Ни окружающими, ни секретарями, ни в любом разе помечниками, любое что-то. То есть она должна быть публикой. Поэтому я стою рядом с вас. Вам очень приятно. Вы понимаете, что никто на вас не накидается, ни в любом разе... Мы очень мирные. Да, мы будем вас защищать. Я тоже очень мирная. Если мы сейчас идем в Европу, в Европе, вы сами знаете, мы одновременно провели, то есть люди в войну переселываются, в министерах, в данные закордонных прав, ездят на велосипеде, премьеры там Чехии, ходят в войну по площади Чехии, где есть много туристов. Папа Римский, так же, не связываясь с чехолоксартов, мы не відмовимся от любых попростей и так далее. То есть мы самое что требуем. То есть мы не требуем, а будем с этим бороться. Когда была старая влада, режим, когда боялись семейные планы и так далее, было очень большое вопрос попасть на войну, не в Нижигиря, а на войну. Вы с тем неодноразово знакомы, неодноразово били журналисты, неодноразово фестивали активисты и так далее. Потому что, чтобы не было, мы пытаемся, и будем постоянно, мы с вами не похожи на эту справу, приехали добровольно. Я вот біля вас. Да. Бо знаем, что вы людина публичная, вам ховаться немало слова. От народу не заховаться никому. Навпаки. Да, есть. В ней три. Поэтому, вот у вас первый человек, вы должны сказать и помечников Сергея Власенко, потому что он депутат от партии «Батьківщина», лидером которого я считаю, и этим депутатом, которые будут пытаться за секретарием помечников… Нет, это неправильно. То есть вы повышаете движение. Я понимаю, что… Мы открыли. Слушайте, я ваш помечник, вы мне скажите, что нужно ли на законодательском уровне, Что на законодательном уровне, это закон, за которым каждый службовец в любой час має проверить, кто до него пришел и пустит неодменно до кимната. То есть, в приватном жительстве, в государстве, не будь то депутат, президент, премьер-мінистр, директор государственного предприятия, он мает быть доступным. Он мает право на защиту, понятно, что он не имеет права вписать всех, но проверив документы, что он боится, может, выключить государственные органы. Я за тем, чтобы каждый службовец был полностью на 300% открыт. Причем в всех, кто до них. Вы обещаете, что вы с этим будете... Я обещаю, что давайте с вами подумаем, как сделать это на законодательном уровне. Один раз, я вважаю, что нам требует декларировать, чтобы они задекларировали все минули, как и минули. Однозначно. Давайте сделаем эту ставку на это. Мы поступали, что мы входили до пана Бондаренко, и мы там, чисто в коридоре, до того момента, пока мы 4 часа намагалися пройти через стіну и для спомещенных, и секретарей, которые каждый раз там менялись, и причем, что так все-таки до конца мы потом пересвечили, что пан Бондаренко... Дай мне прямой телефон, я вам дам свой прямой телефон. Что пан Бондаренко... Можете звонить и скажите, кто будет. Нет, 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 это не будет публичной информацией. Чтобы не звонили там лишь. Вот, смотрите, это мой прямой номер, который звонит. Доброе. Просто вы напишите, чтобы мы встречались с вами с вами, чтобы вы знали, что это вы, и я буду брать. Доброе. Все очень приятно. Друзья, я закончу. И мы поспоковали с народным депутатом, и когда он, в принципе, даже был, я не помню, как его название, в коридоре народного депутата. Боже, Андреевский. И вот, он даже сказал, я так же открытый, я готовый, но это будет на законодательном уровне. И мы, в принципе, так же, мы налаштованы на то, чтобы это было на законодательном уровне, но зафиксировано. Про то, чтобы каждый государственный службовец, когда он идет на государственную службу, он должен быть жертвовать именно тем, что он лично его детей, его близких, оно должно быть открыто. Если он готовый идти на такую жертву, готовый этим всем к жертву, тогда он достойный действительно идти на свою государственную службу. Если он на это не готовый, то тогда, ну, не важно сейчас идти и строить новую государственную службу. Ну, потому что мы уже не хотим того, чтобы было раньше, потому что доступиться до чиновников винулої влади, это было нереально. И мы не хотим, чтобы это было в таком форме, как показалось одним, ну, как говорится, своим засобом информации показалась эта часть, как будто я вот открытый, но это был только маленький островочек из этого материка. Потому что именно мы хотим сказать, что эта инициатива должна быть действительно закреплена на законодательном уровне. Но вы должны быть в этом. Мы можем, да, я сам и юрист, я занимаюсь так же другими деятельностями, я могу сделать такую юридическую группу, чтобы создать именно этот законопроект. Но дело в том, что именно этот законопроект будет приниматься теми людьми, которые будут ущемляться свои же права. Я думаю, что мы очень очень важны, что мы должны сделать первый крок, потому что мы закрепляем, а другим кроком. Вы всю вашу автоматуру закрепли в Верховной Раді, мы поставим просто дистинку и потом скажем по именам, кто голосовал, кто идет. Я думаю, что под вашим наглядом и мы им, как часто, мы голосуем. Будем мать надежду. Мы возвращаемся вашим словом, так? Абсолютно. Так, и больше того телефона. Это очень приятно. Действительно, все на этом разобрались, а вопросы наступны. Мы вчера вас очень хорошо слушали по санкт-шустерам и так далее. Действительно, многие вопросы, где украинцы, которые, благодаря вам, что пришли и сказали свою думку в том, что компетентны. То есть, люди почували, что это уже хорошо. В этом вопросе есть еще и есть еще. Есть такая, что сейчас говорят про юстрацию всех. То есть, до жодного человека. То есть, у нас сейчас самое интересное. Юстрация не там, потому что мы видим те самые призначения. Мы слышали, что вы говорите, что нужно больше 200 профессионалов и так далее, 200 тысяч руководителей кадров. Все криви. Да, все криви. То есть, мы понимаем, что страна, на жаль, сгнила, чтобы у него не было на что стараться. Поэтому ее нужно строить другим шляхом. Самый мячный шляхом вы, я, наверное, знаю, або ваши помещения вам доносили информацию, которая есть из Майдана. Люди в нижнем разе не стояли за Майдан, за жодные прозвища. Каждый стоял за свою собору. Так, поэтому вы маете так же, как и те другие, которые ухиляются от той службы, которая есть иллюстрационный комитет, и вся та банда, которая там залишилась на месте. Ну, на жаль, треба визнать, что она залишилась и по сегодняшний день. А выбирайте с Егором Соболевым. Контаксовали в четверг, мы два раза. Я вам скажу, до Егора Соболева уже не можно засталафоновать. Ну, один, один уже чуть-чуть.